Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дау-Ир, фамилия моя Шакер-Жан. Особое приветствие за подписчиками моего канала на YouTube. И Леся Васильчук еще в августе написала такой комментарий. Здравствуйте, уважаемые мною Дау-Ир! Вы зашли с другой стороны к этому вопросу, потому что если живет в себе волшебник в мире и занимается своими делами, то ясное дело, что до листочков людей ему никакого ни дела, ни интереса нет. Но если простой смертный листочек будет очень сильно просить волшебника о помощи или о вмешательстве, то волшебник на свое усмотрение очень даже имеет возможность сотворить чудо, которое для обычного человека чудом не будет выглядеть. Это я имел в виду, отвечая на ваш вопрос про волшебник. И спасибо вам, что уделили мне внимание, это честь для меня. Да, конечно же, волшебник не будет приглядываться к отдельным людям, потому что их интересы совершенно не волнуют волшебника. Ну, действительно, вредить специально он не будет, если какой-нибудь кретин со второй, с третьей касты будет осаждать ему. Скорее всего, он просто отмахнется и не будет на это тратить свое время. Помощь, вот так, оказать, возможно, кто-то из волшебника и может, если сильно его попросить, да. Ну, так, наверное. Но то, что не все, это однозначно. Не все волшебники будут, скажем так, белыми и пушистыми. Даже белый маг, вот у меня есть изречение. Белый маг совершенно не пушистый, да, есть такое изречение мое. И не все волшебники бывают пушистыми и лапочками. У него вот свои дела, скажем так. Даже если кто-то будет его сильно и очень просить, ну, может быть, кто-то из волшебников действительно снизойдет и сотворит так называемое чудо для этого человечка или листочка, другой волшебник просто оставит это без внимания. Как бы ему докучно не просили и не досаждали. Просто. И это нормально. Думаю, что ответил на вопрос Алексей Васильевичук. На этом до свидания. До новых встреч.